Учитель русского языка и литературы гимназии Одинцовского гуманитарного университета Татьяна Владимировна Бушманова в профессии более 30 лет, на протяжении коих сохранила неугасаемый интерес к развитию юной, но бессмертной человеческой души. Потому еще в прошлом году с пятиклассниками была начата работа по изучению историй Одинцовских храмов. Судьба храма – судьба России. Как бы сама собой родилась идея изучить жития священников, погибших в годы гонений на церковь в 20 веке? Татьяна Владимировна как научный руководитель благословила, направила, сформировала цели и задачи, а там уже девчата сами увлеклись так, что получилось большое, серьезное научно-практическое исследование. Пришлось посидеть в архивах, побывать в Одинцовских храмах, встретиться с их настоятелями, рассказавшими юным историкам все, что им известно о прежних священнослужителях, погибших за веру Христову. Кутовский полигон – это русская волгода. Для тех, кто обстоял право Христову, веру на взменную часть, спорный свист погибших, огромный. Было уничтожено 200 тысяч священнослужителей, 500 тысяч отверглись и прессивных. Мученической крови ворошена и наша Одинцовская земля. Этой кровью будто окрашенной стены Георгиевского собора. На иконе собора Одинцовских храмов изображены святые, которые не дали возрасти священ веры на нашей земле. Тоже они храмовушники – это новое понятие мученичества, возникшее после октября 1917 года. Храмовушники – храмовушники, полонизированные русской православной церкви святые, потерпевшие мучения за веру. Они не просто жертвы и близки, они не оказались отвергой прострады смерти. Не потеряли надежду на помощь Божьей и молились о своих мучителях так же, как Христос, молились за свои мученицы. Свой рассказ о подлинных героях Духа, о молитве которых мы обязаны всему доброму, что сейчас имеем. Шестиклассницы сопроводили фото-презентации, демонстрирующие все этапы работы, а также и краткую историю людей, отдавших жизнь за веру. Не отрекшихся от Христа под пытками, сохранивших в лагерных застенках образ Божий и молящихся за своих палачей. Их иконы ныне украшают Одинцовские храмы. Священнослужители Николай Говарин, Александр Соколов, Василий Горбачев, Елисей Штольдер и многие-многие другие, чье молитвенное предстояние предспасителем хранит нас. Проект был также представлен преддиректорами воскресных школ благочиния в Георгиевском соборе. И там взрослые и духовно опытные люди-педагоги не раз смахивали слезу. Рассказ девочек оказался столь проникновенным, что одноклассники внимали затаить дыхание. Священнослужители Николая Говарина, Александр Соколов, ведь за собой интиму мы решили вести работу и опытные занятия. Иконы в обучении Елисея Штольдера и Семен-Непасском храме села Ромашина, а иконы Николая Говарина, где нет. Почему? Нет фотографий. Исследование приняло нас в Беларуси, где начинают служить священно-мученики Николая. Мы обратились в святые и светильские монастыки, где пообещали нам помочь. Одноклассники, узнавшие из повествования авторов проекта, что такое святость, кто такие новомученики и сколько людей погибло за веру, примеряли к себе судьбы настоящих героев. Пытались ответить на вопрос, а могло бы нынешнее поколение так жертвовать собой до смерти ради правды Божией. Потому что нет. Потому что, мне кажется, со временем люди очень сильно меняются. Потому что окружающий мир тоже меняется. И уже люди живут по-другому. И вряд ли кто-то смог бы такой же подвиг совершить, как совершили те люди. В работе над проектом шестиклассницы открыли не только имена святых Одинцовской земли. Работой в архивах они узнали и судьбы своих родственников. Оказалось, среди них есть священники и даже те, чьи имена просияли в сомне новомучеников. У меня дедушка был священником. Как дедушка два лет, знаешь? Да, Сергей. А где он священствовал? Где-то в Москве, по-моему, в Троицком храме. Мне было интересно, потому что в моей семье тоже были священники и канонизированные. Алексей Благонадеждин и Вениамин. Вениамин, да, пострадал, а Алексея попросили прихожане и его отпустили. Мы, когда готовились к проекту, мы читали много архивов. И узнали, когда про чтение, у меня тоже мама узнала. Мы с мамой читали и плакали, насколько было так тяжело ему. Мы вышли на историков, на работников общества «Мемориал». Это большие труженики, низкий им поклон. Вышли на человека, который уже 16 лет занимается историей, биографией, изучением жизни нашего прадедушки. И мне стало очень стыдно, что мы, родная кровь, ничего о нем не знаем, только коротенькие воспоминания нашей матери. А посторонние люди знают о нем больше, чем мы. Найти и узнать девчатам удалось немало. Результатом исследования стало издание книжки. Однако бестселлер многого не вместил. И теперь авторов ждет продолжение работы и издание второго тома. Этот конкурс для нас не первый и не последний. Мы с проектом пойдем дальше. Невозможно переоценить тот духовный урок, преподанный этими шестиклассницами. Ведь теперь каждый из нас может смело браться за изучение семейных архивов, создавая бессмертный полк светильников веры Христовой. Ольга Винтер, Одинцовское благочиние для телекомпании Одинцова.